привет зритель ты спрашивал что лучше покупать на зон что я покупаю на зон я как бы покупаю и на зон и на вальберис смотрю если есть допустим какая-то такая штука которая мне очень хочется сколько она стоит на зон сколько она на вальберис на вальберис можно часто купить по скидкам то же самое что есть на зон ну конечно иногда скидки бывают и на зон побольше чем на вальберис у меня тут животное пытается снова качать штатив вот это очень хорошо было запаковано вообще тут как бы будет обзор того что я купила с вальберис и параллельно разговор то что лучше покупать на зон допустим на зон лучше покупать технику кухонную технику любую другую технику технику которую могут доставить ваш населенный пункт на допустим мне кажется не всю крупную технику могут доставить в углич но какую-то технику могут кухонную доставить в углич допустим но и не только технику кухонную какую-нибудь бытовую просто технику почему на зон допустим раньше я покупала что-то в днс закажете в онлайн магазине придете заплатите либо если у вас предоплачено тут же уже вот можете забрать и по идее как бы продавец обязан продемонстрировать действие то что вы заказали посмотреть как оно работает как оно не работает если вдруг не работает ну и как бы все вот это вот сделать потом отдаст вам чек либо электронный чек уже вот если предоплата у вас наличие гарантию вы сваливаете но в днс последнее время когда что-то у них заказывала мне приходилось упрашивать продавцов менеджеров чтобы они как бы это проверили и последний раз когда что-то такое у них покупала вообще какую-то может быть даже что-то для видеокамеры ну для ютуба скажем так мне хамили просто в наглую вот так хамили и отказывались проверять хотя как бы они это обязаны делать поэтому на зон пришли на базу выдачи проверили в розеточку воткнули там какую-нибудь хрень вот я заказывала дядя такую штуку которая сверлит дырки или что-то в этом делает ну или задувает эти дырки короче какую-то рабочую штуку в основном используется мужиками у меня есть знакомая женщина с которой мы вместе учились у нее есть старшая сетра которая занимается ремонтом так что женщина этим тоже пользуется и воткнули в розетку она работает не работает можно тут же отказаться от этого деньги вернуться да очень технику бытовую всякие ремонтные фиговины лучше покупать на зон почему нельзя на вайберс на зон смотрите если вот пришла какая-то фигня вот я на днях сдавала распылитель аккумуляторный который проработал 15 минут и откинул копыта вот пришла какая-то фигня на с озона она не работает выйдет возвращаете и ее уже продают как уцененную если там допустим скрытая упаковка пишут скрытая упаковка уцененная настолько то да если она сдана потому что не работает и отремонтировали пишут уцененная потому что отремонтировали, но год гарантии, всё такое. На Вайсбрис вы можете что-то купить, ну, как я покупала джинсы. И многие писали в комментариях, что такие джинсы уже кто-то носил, поносил, вернул. И вот мне пришли поношенные джинсы, там уже был такой вид, вообще никакой благо, они мне не подошли. Но я, возможно, бы... Некоторые не выкупают именно потому, что выглядит, как уже бушная. Бывает, мне как-то пришло молоко сухое, один пакет нормальный, другой пакет весь переклеенный, заклеенное было так, что увидишь уже дома, когда всю упаковку снимешь. Конечно, можно докопаться и на пункте выдачи это всё распаковать, посмотреть, что там и как. Но некоторые вот, как я, могли увидеть там. Но мне, в принципе, пофиг было, мне главное, что вот оно, само по себе молоко сухое, нормальное, и никуда мимо не рассыпалось, просто упаковка заклеена была. А кто-то вот увидел эту заклеенную упаковку и вернул. Но суть такая, что на Вайсбрис-то они пишут, что это уценённый товар, поэтому если берёте технику, то берите на озон. На озон как бы можно покупать сухофрукты, какие-то, лучше брать килограммом, килограмм или полкило, но я считаю, что выгоднее брать килограммом. Масло какао, какао бобы, какао тёртое, лучше брать на озон сразу килограммом, ну или больше. Иногда даже 100 или 200 грамм всё равно дешевле покупать, если у вас есть, допустим, что-то в магазинах, туда вот, и оно как бы дешевле. Ну, обычно в магазинах дороже, чем на озон, вот такая вся штука, поэтому лучше вот какао бобы, какао масло, какао тёртое, если вы делаете домашний шоколад, какие-то десерты, лучше покупать там. Кырлоп лучше покупать на озон, вот все какие-то редкие продукты, типа семена чия, да, конечно, можно найти семена чия, 100 грамм, 119 рублей, не знаю, может сейчас уже дороже, в пятёрочке, но я сначала так и купила один пакетик, а потом купила уже за больший объём, я уже не помню какую-то сумму, на вайберес или на озон. Сейчас можно эти семена чия найти за 300 с чем-то рублей за тот же килограмм, на том же вайберес или, может быть, на озон. В общем, какие-нибудь такие продукты, типа современные продукты, на которых бзикнуты любители ПП, которые, я не буду говорить про ПП, у меня некоторое иное отношение к ПП, это из серии политики и религии даже, потому что есть нормальная действительно ПП, а есть вот то, что популярно, и люди, как вы ещё не посадили свои желудки, когда жрёте вот это ПП-диет. Ну, короче, люди, которые придерживаются разных диет, я не говорю про кетодиету, как у меня в комментах одна мадам прыгала, из-за которой у меня потом в чате, в телеге, жена ревнивая мужа, который на меня был подписан, выносила мне с переходом на личности мозги насчёт этой кетодиеты, ну, не какая, видимо, её просто подпекло, что её муж смотрит меня. Я думаю, её муж смотрит не только меня, но бомбила её вот именно на меня, её сорвалась она, короче. Суть такая, что вот эта кетодиета, именно когда она нужна, я сидела всё время на кетодиете, после того, как мама ездила в детстве в больничку с какой-то там своей болячкой, я уж не помню, с чем она, с вами она была. Но какие-то диеты, вот именно такие диеты, которые вот нужны, не потому что, вау, это модно, ты-ты-ты, я одно время смотрела в Инстаграм аккаунт одной бабы из Питера, она типа как бы училась на врача, ну, знаете, вот если деньги есть, ума не надо, да? У меня есть много примеров, которые учились за деньги на кого-то, получили диплом, соответственно, за денежку, экзамены сдавали за денежку, а в мозгах ни черта не осталось, потому что даже учебник не открывали. Не таких вот, которые понто ради что-то там себе делают и жрут, а потом, ой, у меня что-то болячки какие-то там, проблемы с пищеварением, а именно вот, ну, если вам действительно нужно. Какие-то продукты, которые вот редко достать в обычных магазинах, лучше покупать на Азон, и лучше покупать сразу большую упаковку. Иногда на Азон дешевле, чем на Вайдберс. Чаще получается так, что на Вайдберс дешевле тот же самый продукт, или аналог какой-то другой фирмы. Вот мне нравится «Здоровая семья Короб», я его отдельно рекламила, там ещё видео есть вот как раз с ним, и баобаб, порошок баобаба, потом топинамбур и семена конопли, по-моему. Иногда какая-то фирма есть и там, и там, но вот на Азон, она вдруг пропала всё, что у неё есть из продажи, а на Вайдберс есть. Вот это масло я покупала на Вайдберс. Я, в принципе, глянула на Азон масло авокадо, и цена была несколько дороже, чем вот тут. А вообще на масло авокадо в чистом виде не мистер Рика подсолнечное добавление авокадо, первое нормальное было, второе уже вообще никакое. А вот именно чисто масло авокадо, я понимаю, что оно очень дорогое, на него полгода смотрела, облизывалась. Думаю, если мне задонатят денег, я куплю масло и обозрю. Хрен тебе, Лёля, никто тебе ничего не задонатит. А потом я подумала, а что я тут жду у моря погоды, как одна известная блогерша, малоизвестная, известная в узких кругах блогерша, подарков, как обычно было. Ой, что-то мне никто ничего не дарит. Я себе заказала. У меня тут где-то телефон. Я вам сейчас скажу. Артикул, может, кому интересно. Вообще там были разные фирмы. Оно весной как-то было даже, возможно, чуть дешевле. Ну, там можно было 250 мл купить довольно бюджетно. Литр я как-то не видела, может, просто плохо искала. Так, у меня тут телега рабочая открыта. Сейчас я зайду на Вайберис. Вайберис, загрузись. И скажу вам артикул. Грузись, животное. Покупки. Масло авокадо. Ну, как бы я почитала. Почему масло авокадо? Я уже много какие масла попробовала. Кокосовый у меня закончился с угодностью, но он как бы пригоден в косметику, но не пригоден в пищу. Клавида органика 500 мл натуральная, 564 рубля оно стоило. Сейчас глянем, почем оно сейчас. И сейчас оно тоже 564 рубля. Италия делает. И номер 17-52-29-96. Ну, как бы иногда там видно. Вот сейчас я постараюсь. Показать должно быть видно. Вроде не бликует. И вот оно сейчас. Если я бы его заказала, мне бы оно доставилось буквально через 3-5 дней. Очень хорошая упаковка. Тут вот в каменах тоже пишут, что упаковка хорошая. Короче говоря, оно было запаковано вообще вот до невозможности в пупырку. И все еще вот такую положено в коробочку такую конкретно. Ну, обычную такую коробочку. Очень хорошая. Вообще вот так вот. Ну, смотришь, я как бы его еще не открывала. Видно. Срок годности у него тоже очень хорошая. Оно сделано 2-го марта этого года и до 2-го сентября 22-го года. Ну, и вот тут как бы самый прикол, что импортер Казань. Ну, а оно из Испании. Вот. Я видела за 500 чуть меньше. Но пока я думала, и меня душила жаба, его, конечно, уже похожее масло. В общем, масло авокадо по этой цене уже продали. И какое-то было 300 с чем-то, 380, что ли, 250 миллилитров. Но я сначала хотела маленькое купить, а потом увидела вот это и преднела, что, в принципе, хоть оно и, ну, как бы выглядит дороже, другая цена, но и сам по себе оно выгоднее покупать, потому что оно в 2 раза больше, тут пол-литра. Пожарить, в салат добавить. Ну, и я его купила. У меня как бы подходит к концу деревни сухое молоко, а здесь его вообще не было. Но что-то в этот раз Вайберис мне очень долго держал эти мои товары в Ярославле. Может быть, это как-то было связано с праздником 12 июня, но обычно у них как бы праздники на логистику не влияют. Не знаю, чем связано на самом деле. Молоко сухое, безжиренное, ТМН натурално, масса нет-то килограмм, 12 месяцев срок годности, и 12 апреля этого года оно создано. Вот оно тоже ещё. Вот я его вообще ещё не распаковывала. Как бы, ну, в этом пакете упаковочном. Ну, всё хорошо запаковано, всё нормально. Полтора процента жирности. От фирмы «Натуральная» я уже покупала семечки на Вайберис. Я не знаю, если она на Озон, это натурально. Но, в принципе, похожие фирмы, вот читаете отзывы, смотрите там фотки, то есть всё. Бывает на Озон, нету никаких отзывов, ну, вот наугад покупаешь, но оно выгодно и хорошо. Вот виноградный сахар, единственное, я нашла на Озон, виноградный сахар декстроза, мне кажется, я его отдельно даже, возможно, обозревала, год назад, что ли, покупала. 350 рублей за килограмм. Полкило стоило 249 рублей. Сейчас оно точно так же примерно и стоит, и я видела его только на Озон. Потом я покупала за 500 с чем-то 3,5 килограмма на Вайберис, но уже другая декстроза, ну, мне кажется, не очень хорошего качества. Потом я ещё какую-то купила, но уже на Озон. Тоже вообще другой совершенно фирмы. По отзывам вроде как всё хорошо, всё как надо, но она тоже не так, как примерно та же самая по качеству, как вот я покупала за 500, ну, 550, по-моему, было 3,5 или 490. Короче, за 500 с чем-то я покупала эти 3,5 килограмма, 490, по-моему, на Вайберис. И оно стоило, ну, по качеству, вот то, что я купила, 220 рублей, по-моему, за килограмм на Озон. Вот та самая декстроза, дорогая, хорошая, качественная, наверное, всё-таки потом я буду покупать. И если, допустим, вы думаете, ну, типа, нахрена, вот у меня декстроза там бывает, виноградный, ну, он же виноградный сахар, кокосовый сахар, сахар кокосовой пальмы, сахар кокосовой пальмы, если вы не загоняетесь тайскими рецептами, я просто ещё не пробовала никакие атом-ямы и так далее делать, меня как-то не тянет эту тайскую кухню, я чисто его хавала с чаем, ну, с чаем, с молоком, как бы вместо конфет, да, можно покупать иногда. Он, сволочь, дорогой. Иногда бывает по скидкам, ну, чаще бывает по скидкам именно на Вайберс, а не на Озон. И если покупать, ну, чисто так вот иногда, к чаю, бабаловать себя. Кокосовый сахар, как я поняла, лучше всё добавлять в тесто, если оно на дрожжах, и делайте хлеб, или делайте оладьи или блины. Дальше вот, ну, с молоком его вкусно, с горячим или тёплым. А вот так дальше я пробовала тогда делать печенье, от которого бомбила одну даму, про которую я говорила в начале видео. Потом ещё что-то. Ну, не везде кокосовый сахар идёт. Чисто вот если только покупать, вот под что-то такое. Ну, в квас я тут добавляла кокосовый сахар. Первый свой в жизни квас на квасном сусе вообще первый квас в жизни мой квас мной сделанный. И, в принципе, очень даже вкусно, если, допустим, чисто кокосовый сахар добавлять или кокосовый сахар с фруктозой. Потом, виноградный сахар, это вот, допустим, если делать арахисовую пасту, или какую-нибудь халву, или, опять же, тоже ореховую какую-нибудь пасту. Вот орехи, семечки подсолнечные, другие какие-то семечки, тыквенные семечки я могу из тыквы достать. У меня, конечно, это будет геморр, их надо будет посушить, очистить и так далее. Килограмм можно купить на озон или на вайтберрис. В принципе, я думаю, дешевле, чем будет, если бы по 100 грамм пакетики там покупали бы в каком-нибудь ашане или ещё где-то. Я просто не знаю, где эти семена. Тыквы можно ещё купить, да, ещё что-то такое. Вот какие-то муку, которую редко можно где-то найти. Можно найти тот же килограмм какой-нибудь муки, или те же там 400 грамм, 600, 500, 800, где как. Горохую. Не, я понимаю, что можно сделать гороховую муку в том же блендере Браун, как у меня есть, и вот с пинка одной подписчицы год назад она спросила, ты сама делаешь или покупаешь? Я взяла горох и решила перемолотить, и она получилась мука. Если у вас нет блендера такого мощного, или неохота геморриться, и хочется готовой муки, чтобы её не просеивать, там через сито, чтобы посмотреть, ну как вот, всё ли промололось до конца, вы можете заказать такую муку на озон или на вайтберрис. Опять же, сравнивайте цены. Алиса, зачем ты уронила бутылку с маслом? Какая-то, это всё-таки кошка, обормошка. Короче, молоко-то я вам не сказала, сколько стоит, и может быть оно кому-то надо. Так. Ну, в общем, муку, масло какое-то растительное. Вот одно время в Ашане было масло кокосовое, оно было намного дешевле, чем точно такое же масло. В Азоне стоило, в Азоне оно стоило что-то на 70 рублей дороже, а в Ашане оно стоило 359 рублей. Сейчас оно 370 с чем-то, я не знаю, сколько на озон оно. Ну, и я видела, похоже, его же видела на вайтберрис, но тоже не в курсе, не помню сколько. Молоко мне обошлось 385 рублей, тут килограмм. Сейчас я скажу его номер. Кстати, сейчас оно тоже стоит 385 рублей, тут какие-то скидки идут. 13-32-77-19 артикул. Ну, и последнее, что я тут решила записать, думаю, пока я это еще не сожрала, не скушала, не съела. Я думала, буду по штучке с чаем есть, но, видимо, мне хотелось сушеного манго. Сушеное манго! Спасибо. Наташа познакомила меня с сушеным мангом. Самое прикольное, что я купила зрелое манго, ну, обычная целая зрелая свежая манго, оно у меня на окне, на кухне лежит, и потом еще сушеное у меня тут появилось. Сушеная манго, дары природы, 500 грамм. Медина, тай. Причем импортер Казахстан внезапно. 25 марта оно создано, 12 месяцев живет. Оно было по очень такой приличной скидке. Сейчас оно уже без скидки идет, но я сейчас вам все равно скажу и номер его. Я его за 373 рубля покупала, эти полкило. Сейчас я гляну сколько, потому что утром я смотрела, у него уже несколько иная цена была. Вот оно мне сегодня наконец-то пришло. И интернет у меня виснет, виснет. Да, вот такие редкие сухофрукты. Иногда удобнее, ну, дешевле купить, допустим, курагу в какой-нибудь пятерке. Но вот в пятерке курага действительно чистая, без всякой примеси. Я покупала, просто замачивала в воде, никакой пленкой не появляется. Как-то я лоханулась и под Новый год купила себе килограмм чернослива на озоне, где было написано, что никакого масла, ничего там, один чистый чернослив ничем не обработано. Залила водой, у меня масляная пленочка пошла. У меня до сих пор слегка отваренный замороженный чернослив лежит в морозилке. Как бы, ну, уже знаешь, что там вот такое. Если бы я его там съела, может быть, ну, и он даже на ощупь, масло какое-то читалось. А иногда вот в той же пятерке можно найти вполне себе без всякого Е масла и тому подобного. Е-220 масла и какой-то хрени, этот самый чернослив. Ну, вот какие-то редкие сухофрукты лучше всё-таки покупать. Куда лезем-то хоть? Покупать на озон или на вайберс. Опять же, сравнивать цены. Если у вас, допустим, нет возможности заказывать вайберс, потому что я знаю, что не у всех есть базы выдачи или там курьер ходит, покупайте на озон, потому что просто на безрыбье и рак рыба выбор всё равно на озон получается дешевле, чем вот где-то в магазине. Так, сейчас, утром оно стоило 490, сейчас оно стоит уже 700 за эти полкило. И артикул 2969-8608. Но вы уже знаете, что это проверено Лёлей. Манго сушёный натуральный, без ГМО 500 грамм. Но действительно, сушёная манго очень вкусная, мягкая. Ну и я с чаем так приличненько схомячила перед тем, как на велике доехать до одного места на пару часов. И после того, как приехала, тоже схомячила. Я ещё заказывала капли, повторяшки. Я их уже показывала в одном из обзоров. Капли от блошек для кошки. Вот в деревню увезли сегодня с вещами, я отправляла. Но как бы я их уже не могу показать, потому что у меня их нет в наличии. Но вот они нет при мне. Но именно вот я их нашла уже. Они даже дешевле были немножко, чем я тогда покупала. По-моему, тогда я за 188 покупала. В этот раз за 147. Я просто сейчас скажу артикул их. Я их видела исключительно на Вайберис. Миссис Кис капли репеллентные. Для котят и кошек. Для котят и маленьких кошек. Точнее, тут вот за 164 я их покупала. Тогда за 188. Просто потом смотрела, они уже были за 147. Сейчас не знаю, почём они. А сейчас уже за 198. И артикул 15, 30, 11, 38. Я надеюсь, что там видно. По крайней мере, я его зачитала. Так. Ну, какие-то шмотки, конечно. Не, можно на озон померить. У нас тут тоже есть кабинки в двух базах выдачи. Я ещё знаю, что ещё в одном месте. Ну, как бы на часовом есть база выдачи. Когда была в деревне, пришла смс-ка, что там ещё где-то открылась рядом с часовым база выдачи. В центре есть, значит, и в солнечном. Вот у нас в солнечном. Я знаю, что в центре есть вот эти кабинки. Для примерки, зачем ты меня грызёшь? Вот посмотрите вообще. Грызёт за палец, грызёт за руку. Что это за нафиг? Хозяин не еда, хозяина грызть не надо. Можно какие-то средства для кошек купить. Но, сколько мне известно, на озон что-то как-то проблемно. Вот именно в наш регион с доставкой этих всяких средств для кошек там на определённую сумму надо набирать. На Вайсберс этим как-то выгоднее. Там без разницы что-то набираешь. Средства для кошек или одежду, ну и на какую там супер какую-то сумму. На Вайсберс я знаю, что можно купить какие-то определённые таблетки, лекарства, ну, которые не требуют рецепта там какого-то подтверждающего. Витамины, там БАДы. На озон я пыталась заказать, но вот у нас там минимальный заказ 500 рублей, и это идёт курьером. Но курьер вот именно таблетки в наш город, ну, не регион, именно в наш город он не доставляет. Если у вас такая возможность есть доставкой, то дешевле будет, конечно, на озон. Я просто глянула, допустим, когда супрастин пыталась купить, на озон что-то рублей на 20 был дешевле. Ну, там 20 и 20, если вы как-то выгоду какую-то ждёте, то эти 20 рублей всё равно какой-то плюс идёт, чем, допустим, на аптеку А.РУ заказывать или просто прийти в аптеку. Бывает, что на аптеку А.РУ одна цена, а в магазине, ну, в самой аптеке вы внезапно платите слегка другую цену. Да что ж ты всё прыгаешь да бегаешь, а? Ушки тачком. У меня подруга говорит, сразу видно, что кошка крысыловка. Кошка крысыловка, семь мышек поймала. Первую ещё до того, как стала трёхмесячной кошкой. В общем, можно покупать какие-то вещи вот для кошек, ну, те же переноску, там ещё что-то, когтеточку, капли. И там, и там. Но переноски, мне кажется, я не заказывала, у меня, в принципе, она есть, всё ещё более-менее живая. Но там как бы вот именно переноску, то, что медикаменты, оно как бы проблемно на Азон заказать. Ну, некоторые места не всегда доставляются или не доставляются вообще. По каким-то причинам логистика как-то их подводит, что ли. Не развились они ещё до этого момента. А какие-то вещи, вот там коврики, когтеточки и прочую, требуху такую можно на Азон или на Вальбелье заказывать. Ну, просто сравнивайте цены. Где дешевле? Где удобнее? Ну, и на Азон, конечно, в каком-то плане выгодно, если вас не напрягает, что разница в 50 рублей. Ну, вот это масло, допустим, тут 550 стоит, а на Азон стоит, допустим, 600. Ну, у вас есть карта Азон. У меня, в принципе, есть тоже карта Азон. Я плачу карты Азон. Там идут баллы, которые, когда докапливаются до 50 баллов, их можно, соответственно, потратить. Один балл равно одному рублю. И если вас это не напрягает, допустим, разница в цене, либо же нет возможности заказать на Вальбелье, если вы заказываете, у вас есть эта карта Азон, то вам всё равно как-то выгоднее эти баллы накапливаются. Ими можно потом частично оплатить заказ. В общем, что хочу сказать. Подведём, наверное, итог. Технику. Видеокамеру. Я заказывала фотокамеру своей подруге давно на Азон. Вполне нормально. Я заказывала себе видеокамеру эту экшен. Всё, ништяк. Планшет какой-нибудь, тот же самый графический. Телефон я заказывала, помню, себе потом. Ну, подруге потом себе на этом самом, на Азон. Ну, вот именно, вот как мобильный смартфон. Можно, я думаю, заказывать любую технику на Азон. Потому что, в принципе, на базе выдачи вы можете это всё проверить. Если у вас вдруг оно не работает, от вас что-то не устроило, вы можете это вернуть, вам, соответственно, вернуть деньги. Я делала, когда возврат аккумуляторного распылителя, вот этого, мне вернули деньги на карту, вот именно карту Азон, буквально, там, может, минут через 30, после того, как я вернула товар, вот, сначала оформила заявку «Возврат», потом снесла этот товар, и оно вот вернулось буквально, там, после того, как я вышла из базы Азон, базы выдачи, где-то вот минут через 30 я зашла в кабинет, и смотрю, у меня уже там пишут, что «Возврат», а потом пришла СМС, что «Возврат» уже сделался, к тому, что это действительно безопасно, и вас не кинут там, как, допустим, я покупала свой престижевый ноутбук, смартбук, в том же связном, который продавался как витринный экземпляр, которым ещё кто-то до меня пользовался, из продавцов, и мне потом менеджер нахамил, и как бы сам директор электрон там управляющий. Короче, как бы сказали, что-то в порядке вещей, если вас что-то не устраивает, просто больше у нас ничего не покупать, ну, я, соответственно, у них больше ничего не покупаю. То есть это то место, где вас точно не обманут. Если даже покупать какой-то продукт, ну, вот у меня чайник тогда был, я на базе выдачи посмотрела, вроде всё нормально, пришла домой, оказалось дно стречины, причём по кругу, и оно вот берёшь чайник, а дно выпало. Даже не всегда нужно возвращать товар, вы просто можете написать, пишите отзыв, как я написала отзыв, и мне предложили делать возврат, и вернули как бы возврат. Это безопасно проверенный, как бы мной, не одним годом, десятилетиям, можно сказать, даже больше, чем 10 лет, покупок в них магазин, как бы знаешь, что можно этому магазину доверять. В общем, продукты питания, которые редко где-то достать можно. Технику, не обязательно конкретно бытовую, можно вот компьютерную технику. Тот же я ещё не обозрела, ну как бы обозрела, но ещё не смонтировала, наверное, вот уже после этого всего. Разветвитель USB, там какую-то вот запчасть, ту же мышку, коврик, там это, не знаю, клавиатуру, всё что угодно для компьютера. Бытовую технику на Озон можно брать. Продукты питания, редкие продукты питания. Ну, конечно, там первой свежести мяса вам не доставят, а там в Москве, возможно, там доставляют всё такое, а тут такого счастья нет. Но с другой стороны, первой свежести можно в ближайший магазин зайти или самим что-то сваять, в своём огороде вырастить, в саду. Продукты питания, которые вот, ну, сухофрукты, орехи, крупы, маш там какой-нибудь, который как крупа, монг, зелёненькие такие бабы, семена чья, там ещё что-то такое, короб, блин, да тот же кофе. Вот у нас, в принципе, по большей части буши, да, я всё время покупала на Озон. У нас есть один магазин, где буси, да, было дешевле, чем вот где-то, где, возможно, и дешевле, чем на Озон. Ну, как бы выбор небольшой, и не всегда, и что-то я вот именно на Озон брала. Косметику можно покупать, я, насколько известно, мне вот, ну, недавно узнала, что Эйвен можно купить на Озон. Конечно, это будет дороже, чем вот у консультанта купить, или если вы занимаетесь Эйвеном, ну, как вот вариант, если нигде больше этот Эйвен не достать, а очень хочется попробовать, то можно найти на Озон. Ифраши давно предоставлен на Озон. Там не будет подарков, как на сайте Ифраши, но у вас и Ифраши не... Ну, у меня был просто очень неприятный опыт общения за почти 10 лет клиентской, скажем так, дружбы с Ифраши. Ифраши меня приличненько так обманули. Неприятно, в общем, очень неприятно. Поступили там, короче говоря, ну, не суть важна, на Озон такого нет, конечно, вы не получите подарок там за заказ, да, но у вас есть возможность оплатить что-то баллами, там есть какие-то скидки, ну, там бывают акции, два по цене одного, ещё что-то. Довольно выгодно делать эти все заказы. При случае, в своё время, когда я покупала технику Китверд, эту кофемолку, там была акция, можно было купить две по цене одной, или что-то в этом роде, мне ничего не надо было, кроме кофемолки. А потом мне понадобился утюг. Была у них акция, две покупаешь, третья в подарок. Мне тоже ничего не надо было, а утюг мне понадобился позже. Вот если бы как-то вот так вот сложилось, ну, если вот так что-то, вот можно, в принципе, довольно удачно что-то приобрести, действительно, в подарок что-то придёт. Ну, по минимальной цене. Что-то, два по цене одного, а другое покупала, не технику. Там можно чай купить, очень много всякого, разнообразного чая. Если у вас нет нормального магазина на развес чая хорошего, то лучше, можно, есть возможность купить на зону всё это. На Вайперис, когда были скидки, я приличненько так закупилась. Ну, и опять же, как бы сравниваете. Но очень большой выбор чая, именно что вот на зону, на Вайперис есть. Потом, ну, крупы я уже сказала, да. Что ещё там? Я не знаю, мне кажется, игры какие-то, детские игрушки. Меня просила подруга мамы, всё время заказывать. Вот тоже вполне можно найти очень приличного качества. В принципе, всё то же самое, что в магазине. Если вас напрягает, допустим, идти в магазин и что-то выбирать, но нравится лазать по интернет-сайтам, я вот иногда чисто расслабляю мозги, ничего не заказываю, просто смотрю, что есть. Или, о, вот это мне понравилось, возможно, когда не закажу. Заказывайте, и есть возможность заказать курьером на базу выдачи. Пусть и России, по-моему, тоже можно заказать. Не всё, конечно, именно, но вполне можно там покупать детские игрушки. Всё точно так же, если в люк не подошло и на базе выдачи пришло не совсем то, то можно тут же вернуть. Мне кажется, разве что, действительно, сырое мясо не купишь, не пощупаешь. Потому что, я знаю, что там какие-то есть продукты, вот именно первой свежести, но вот они доставляются именно там в Москве или в Твери, потому что магазин, мне кажется, изначально базировался в Твери. Ну, я думаю, может, я что-то упустила, да, вот косметику тоже можно заказать, там Гринмама также есть, и Фраши Гринмама, Эйвен, я не знаю насчёт Фаберликов и так далее, потому что, как бы, я давно не смотрела в эту часть косметики, но можно много чего найти. Ту же мыльную основу, там эти формы для выпечки, формы для мыла, формы для шоколада, практически абсолютно всё, единственное, смотреть на цены, ну, я вот сейчас, когда стала заказывать тоже на Вайберес, то я как бы сравниваю, что есть там, там ещё есть тут, можно лучше потратить немножко, чуть больше времени, но зато какой-то выигрыш в той же цене у тебя как бы будет, ну, и узнаешь, что тут, что там есть. Ну, короче, всё, наверное, если что-то забыла, там, ну, в камень-то дайте знать, типа, Лёля, вот это ты покупаешь, ты считаешь, что это покупать или нет? Всем спасибо за просмотр, пока. Не забудь поставить палец кверху.